Мы сейчас будем говорить с вами о взаимодействии чувства собственного достоинства человека и зависимости и независимости. Ну, как бы классически, обычно как кажется, что если человек зависим, значит у него слабое чувство собственного достоинства. Чувство собственного достоинства — это очень сложное в понимании вещь, потому что чаще всего людям кажется, что достойный человек означает чувствовать себя сильно в отношениях со всеми, отставить свою позицию, не позволяя другим людям себя подмять под себя. Ну, то есть он всегда силен и не падает духом, не позволяет себе подчиниться. То есть это такое примитивное понимание чувства собственного достоинства, потому что чувство собственного достоинства бывает в благости, в страсти и в невежестве. И оно бывает сильным в благости, в страсти и в невежестве. Давайте разберем эти три вопроса. Что такое чувство собственного достоинства — сильное в благости? Это человек чувствует себя достойным в отношениях со старшими, равными и младшими. То есть это означает, что он не теряет себя, когда он видит, что кто-то есть старший. Он, подчиняясь, не теряет себя, остается достойным. Может сказать свое мнение старшему, может услышать его мнение. Он не раздражается, человек не злится, не раздражается от того, что ему указывают на его недостатки. Ему говорят, как правильно делать, его обучают старшие. Отношение с равными тоже может быть достойным. Я слушаю равного, и он меня также слушает. Если он меня слушать не хочет, значит я держусь от него на расстоянии, потому что он не зрелый, равный. Или старший ведет себя неправильно со мной. Он, допустим, унижает меня, давит на меня, злится. Он не зрелый, старший. Хорошо. У меня чувство, собственно, достоинства работает правильно. Я ухожу от него на дистанцию, выполняю свои обязанности, близко к сердцу не принимаю то, что он говорит. Или думаю, вообще стоит ли с ним работать или нет. Потому что когда чувство, собственно, достоинства находится в невежестве, человек сильный, у него сильное чувство, собственно, достоинства. Но эта сила означает давить на всех, злиться, людей сжигать, очень жестко себя с ними вести. Не уважать. Ну, то есть с позиции силы доказывать свою правоту, превосходство. Когда у человека чувство, собственно, достоинства сильное, и оно находится в невежестве, с этим человеком невозможно сотрудничать. Ни равным, ни старшим, ни младшим. Рядом с этим человеком может находиться только униженный человек, то есть теряющий себя. А терять себя это нехорошо во всех отношениях. И это не поможет никогда и никому. Поэтому если человек ведет себя жестко в отношениях, он не способен уважать тебя как младшего, значит тогда нельзя с ним близкие отношения строить. Нельзя, как бы, можно выполнять свои обязанности на расстоянии от него как-то, но к нему приближаться в отношениях нельзя, потому что он как огонь, который сжигает тебя. Ну то есть ты просто с ним, твое чувство, собственно, достоинства сгорит рядом с этим человеком. Бывает чувство, собственно, достоинства незрелое у младшего. Это кто такой? Это человек, который младший, но при этом жестко себя ведет с тобой как старшим. Он не принимает никакой позиции подчинения. Он, допустим, очень хороший специалист, без него нельзя, он младший. Но если ты начинаешь ему что-то советовать, то он начинает очень жестко отвечать. Это значит, что он младший, но его чувство, собственно, достоинства находится в невежестве. И приближаться к нему нельзя. Он как огонь, рядом с которым ты можешь сгореть. Поэтому единственный способ, если ты хочешь сохранить младшего у себя, это действовать строго по инструкции. Прописать какие-то инструкции, работать с ним строго по инструкции. И знать, что в критических ситуациях, когда это выходит за рамки инструкции, ты не владеешь ситуацией, потому что ты взял себе человека, который не способен быть зрелым. Или постепенно приводить его к зрелости с помощью доброты, прощения и так далее. Но при этом не строить с ним близкие отношения, как с младшим. Близкие отношения означают указывать ему на его недостатки. Можно это делать с помощью закона. Допустим, провинился штраф. Он тебя спрашивает, почему ты меня штрафовал? Ты говоришь, я тебя не штрафовал, это закон, он тебя штрафует. Если бы я мог, я бы тебя не штрафовал, но у нас есть права. То есть я не виноват, виноват и закон. Вот так можно делать. Допустим, равный может быть незрелым, и у него чувство собственного достоинства может быть сильным в невежестве. Означает, что он не может с тобой обсуждать какие-то вопросы. Допустим, есть равный. Ты начальник отдела, он начальник отдела. И вы должны... Он тебе должен говорить правду, как взаимодействовать, и ты ему должен говорить правду, как по-доброму, чтобы трудоуру принимать. Но он не может по-доброму, он злится. А ты, допустим, можешь. Это значит, что его чувство собственного достоинства не сформировалось. Оно в невежестве. И поэтому с ним надо на дистанции по инструкциям. И ты не сможешь ему ничего объяснить, приблизиться к нему, объяснить, доказать. Потому что закон номер один. Запомните, чувство собственного достоинства формируется медленно. И то, что ты взял ему прямо сейчас, объяснил и он раз, изменился, стал хорошим. Это можно сравнить с яблоком. Вот, допустим, у вас есть яблоко, яблони вот такого сорта, да? Ну, классные, сладкие яблоки, просто супер. Но они созревают в сентябре. А сейчас середина августа. То есть они кисловатые, эти яблоки. Понимаете? И вы ничего с ним не сделаете. Вы не сможете сейчас их сделать яблоками сладкими, хоть как. Вот ничего бы с ним не сделать, надо ждать сентября. Понимаете? Чувство собственного достоинства развивается медленно. Это как яблоки. И чувство собственного достоинства сильное, допустим, то есть хорошее яблони, сладкие яблоки, сильное чувство собственного достоинства. Но не зрелое у человека. Это значит, что вам будет тяжело. Понимаете? И не надо к нему приближаться, не надо с ним прояснять все, как психолог. Проясни. С ним невозможно ничего прояснить, потому что он рубит. Он ждет, он как-то давит. С ним невозможно ничего прояснить. Единственный способ до дистанции ждать, когда яблоко созреет. Если оно хочет созревать. Как определить, хочет оно созревать или нет? Потому что у человека есть выбор, созревать или нет. Он может деградировать. Выбор такой. Если человек в конечном счете понимает, что он неправ, знает, что он развивается. А если он понимать не хочет и наоборот отстаивает свое, тогда лучше вообще с этим человеком постараться не сотрудничать или терпеть ситуацию и действовать по инструкции. Ну то есть есть чувство собственного достоинства к лагости, есть чувство собственного достоинства к невежеству. Мы говорим сейчас о сильном чувстве собственного достоинства. А есть страсти. Сильное чувство собственного достоинства в страсти означает, Что человек, первый умный был детина, средний был и так и сяк, третий вовсе был дурак. Ну то есть дурак это в невежестве, в благости, чувство собственного достоинства, это умный детина. А и так и сяк это в страсти, то есть человек действует в зависимости от ситуации. То он с тобой мягко себя ведет и все проясняет, если ему выгодно. А если ему не выгодно, то он становится жестким и от него ничего не добьешься. Это значит, что его чувство собственного достоинства, ну как бы есть июньские яблоки совсем кислые, есть августовские, есть можно, но не очень. И есть сентябрьские, вот такие. Ну то есть вот это августовские есть можно, но не очень, это чувство собственного достоинства сильное, но страсть. Яблоко хорошее, специалист хороший, но как бы с ним не поладишь всегда, потому что он не дозрел как личность. И не надо думать, что вот ты сейчас ему все объяснишь и он дозреет, невозможно, нужно ждать. Некоторые люди очень сильно расстраиваются, что этот человек не понимает. Вот ты ему говоришь, говоришь и он не понимает. Это то же самое, что вы к яблоку не подходите, слили одно яблоко кислое, второе. Думаете, что такое вообще, ну что за это такое, почему они все кислые? Ну потому что еще не пришло время, все расстраивается. Вы же не пробуйте яблони, пока там яблоки не созрели, ждете, терпите. Покупайте турецкий, который созревает раньше. Ну то есть такая тактика, то есть дистанционное общение с теми, кто не созрел. И надо в этом разобраться. Бывает чувство собственного достоинства сильным, благости, страсти, неверности. Как общаться с благостными людьми? Вот допустим, как определить, что благостный человек? Чувство собственного достоинства сильное означает лидер, сильный человек. Как определить, что сильное чувство собственного достоинства? Ну только сильный человек. Сильный означает уважать своё мнение, означает отстаивать его, он имеет своё мнение, чувство собственного достоинства, имеет значение. То есть имеет значение иметь своё мнение и при этом уметь подчиняться. Понимаете? То есть это не то, что я подчиняюсь, значит у меня нет своё мнение, Олег Геннадьевич, вы говорите как надо, у меня нет своё мнение. Своё мнение должно быть. У каждого человека это называется чувство собственного достоинства. Он должен иметь силу размышлять, но при этом также иметь силу подчиняться и уважать мнению старшего, исследовать это мнение. Но своё мнение зачем нужно? Для того, чтобы скорректировать. Потом приходит время, и мнение младшего тоже понадобится, какие-то детали. Понимаете? Понимаете? Безмозглые люди никому не нужны. Нужны компетентные. Компетентное означает, что человек имеет своё мнение, означает чувство собственного достоинства. Оно должно быть сильным, но развитым, потому что бывает сильное и неразвитое.